В Рашистской Федерации там прошла выставка «Армия-2023». Очень интересно было посмотреть. Самое большое внимание было уделено не столько тем разработкам аналогов нетных образцов вооружения, сколько трофейной техники. Они собрали с поля боя иностранные образцы техники и выставили их на этой выставке. Так вот, это вызывало наибольший интерес. У россиян, которые посещали эту выставку, посмотреть, чем же сегодня воюют силы обороны Украины. Не старые советские танки, а современное западное вооружение. К сожалению, война, мы не можем избежать потерь или захвата техники врагом. Трофейное оружие, оно всегда есть, присутствует в каждой войне. Вот они его и выставили. И надо отметить, что в общем зачете полный провал. Почему? Потому что, несмотря на то, что приняли делегации более чем из 60 стран мира, посетили эту выставку, то результат, тем более, надо сказать, что провальный, потому что контрактов нет. Никто не хочет покупать расистское вооружение. И начиная с 2018 года, по 2022 включительно, год уже мы подбили, доля расистской федерации на мировом рынке вооружений упала с 22 до 16%. В России катастрофически теряет рынки вооружений. Соответственно, это приток валюты в страну теряется. И ее выбивают из рынка вооружений. Вот такие вот разгромные результаты выставки «Армия-2023». И уже предполагается, что если такими темпами пройдет 2023 год, и также итоги подведутся, и будет такое же падение продолжено, то получается примерно, что 1,3% в год Российская Федерация теряет на международном рынке вооружений. Так вот, если эта тенденция сохранится, то в 2024 году Россия может лишиться статуса второго крупнейшего поставщика вооружений в мире. И вперед вырвется Франция. Она сейчас на третьем месте, но фактически по показателям Франция уже дышит в затылок Российской Федерации. Так что все шансы у французов в 2024 году стать второй страной в мире по объемам продажи вооружений. И Россия уйдет на третье место. Мы знаем с вами все по новостям, что Путин якобы ездил в Ростов, или скажем так, человек похожий на Путин. Потому что он общается опять со всеми, ручкается, обнимается. Настоящий там боялся на 5 метров к себе кого-либо подпустили. Или так, скажем, ранее показываемый нам. А тут вдруг Путин поехал в Ростов. Так вот, институт изучения войны американский проанализировал эту поездку и сделал такой вывод, зачем. Что сподвигло Путина поехать сейчас в Ростов. Так вот, считается, американские аналитики приходят к выводу, что Путин продемонстрировал свой контроль над режимом и армией Российской Федерации. Так считают эксперты американского института. Там он встретился с начальником генштаба Герасимова. Кстати, видите, Герасимов, оказывается, сидит в Ростове, там, где работает оперативная группа генштаба. И высшим офицерским составом в штабе Южного военного округа. Это первый визит Путина в Ростов после захвата города боевиками Вагнера. Помните, да, мятеж. Вагнер зашел без единого выстрела и все там скандировали, скакали, приветствовали Пригожина и его бойцов в этом городе. Визит, попытка продемонстрировать поддержку командованию оккупационных войск и иллюзию того, что ситуация под контролем. Интересно было бы узнать, доложил ли Герасимов о тех, в кавычках, успехах, которые сегодня в Запорожской области. Какие потери несет рашистская армия и какие населенные пункты они уже оставили под напором сил обороны Украины. Ну и еще одна такая информация, они тоже из числа, наверное, доказательной базы для Гаагского трибунала. Рашисты насчитали 101 убитого ими ребенка во время осады Мариуполя. Это те 101 ребенок, который задокументирован самими же рашистами. Мариупольское сопротивление поделилось списком детей, которые прошли через регистрацию в моргах Мариуполя, Мангуша и Новоазовска. Данные оккупантов 101 ребенок, погибший в Мариуполе во время бомбардировок города, рашистами. Некоторым детям в этом списке не было и года. Согласно списку 101 ребенок, из них можно узнать только 87. Остальные, я так понимаю, безымянные. Полученные данные позволили верифицировать количество детей, погибших во время осады Мариуполя. Страшная цифра, 147 детей погибло. Это в общем зачете. К сожалению, понимаем, что это число может быть больше. Это ужасная информация. И весь мир цивилизованный должен об этом знать. Очевидно, погибших существенно больше, считает Мариупольское сопротивление, которое добывало этот список. Почему? Потому что оккупанты сносили разбитые многоэтажки в городе вместе с остатками людей. Они не разбирали завалы, они просто валили дома и вывозили их на отвалы строительного мусора. Соответственно, в этих обрушенных домах были тела людей. Как взрослых, так и детей. Поэтому еще там придется разбирать завалы, куда они вывозили вот эти остатки домов, которые досносили, до разрушали после своих бомбардировок. И еще вариант. Там, где находили тела, очень многих похоронили в братских могилах. Там безымянные, там есть только номера. И мы знаем, помните фотографии, когда Мариуполь был окончательно захвачен расистами. Рашистами были спутниковые снимки, где они рыли там по несколько сотен метров, до километра от раншеи, в которых сбрасывали тела людей и закапывали их в братской могиле. То есть, там еще считать и считать. Но пока, вот видите, есть подтвержденное. 147 детей погибло в результате расистских бомбардировок и обстрелов в Мариуполе во время его захвата. Из них часть нельзя идентифицировать. По логистике, по Крымскому мосту, очень осложнена сейчас логистика и по Крымскому мосту. Кстати, там, да, к сожалению, нет пока еще спутниковых снимков относительно повреждений на Крымском мосту после последних ударов и задымлений на самом мосту. Но, есть косвенные признаки того, что мост не функционирует по своему предназначению. Или функционирует ограниченно. Во-первых, в очереди на мост, на въезд на мост с обоих сторон, потому что не дают большую нагрузку. Во-вторых, расистские власти начали перевозку грузов большими десантными кораблями. Это говорит о том, что мост не справляется с той нагрузкой, которая им необходима. Они пытаются возродить ту старую практику, когда Крым снабжался только за счет парома, паромной переправы. Это происходило во время строительства Крымского моста. Так что, я думаю, что мы дождемся, мы узнаем, что же там было, было ли что-то повреждено. Но, судя по, еще раз повторюсь, косвенным признакам, мост не тянет ту нагрузку, которая необходима сегодня войскам. Плюс, я напоминаю, два моста, которые были взорваны в результате ударов, повреждены, точнее, в результате ракетных ударов с нашими войсками. И они сегодня фактически застопорили движение логистики для обеспечения оккупационных войск на юго-востоке, в юго-восточной части материковой Украины. Вот наше партизанское движение сообщает, что железнодорожная станция Симферополь-Грузовой переполнена составами с цистернами под загрузку горюче-сназочных материалов. И отправка этих составов пока не ожидается, сообщают крымские партизаны. А это значит, что российские войска недополучат топливо. Такая ситуация наблюдается на других станциях. Это связано с логистическими проблемами РФ за пределами полуострова. То есть, с полуострова выехать нельзя. Ни в одну, ни в другую сторону. Поэтому станции забиты вот этими составами с цистернами под загрузку топлива. Далее тут надо отметить, что, ну не могу уж не вспомнить, что фактически в Рашистской Федерации забили, я так понимаю, последний гвоздь в крышку гроба космической программы РФ. Спутник. Сколько они его там делали? 6, по-моему, триллионов рублей или 6 миллиардов долларов было потрачено. Ну сумма какая-то баснословная на эту лунную модуль, которую они хотели запустить. И, кстати, Россия еще в 2018 году, когда-то я помню, читал программу возрождения лунных программ в разных странах. Россия обязалась в 2018 году, но это было еще до начала военных действий 2014 года, обещали в 2018 году начать регулярные полеты, а в 2024 году Россия планировала открыть там постоянную миссию, лунную станцию. В результате вот этот модуль улетел до недели, он долетел до Луны и просто врезался в Луну и разбился. Это, кстати, информация Роскосмоса, так что тут никто ничего не придумал. Но они написали, что скорее всего, пишет заявление, точнее, Роскосмос, что скорее всего Луна-25, так назывался этот модуль, столкнулась с поверхностью планеты и прекратила свое существование. Ну, кстати, почему планеты? Вообще-то Луна это спутник Земли. Ну, это точно не планета. Вот Земля наша это планета. Но так они, попытки найти аппарат и установить с ним связь, результатов не дали. Вот такой вот. Ну, я думаю, что китайцы сейчас помогут. У них там луноход ходит по поверхности Луны, так что он подъедет, сфотографирует, и они по дружбе, они там с Россией все намереваются как-то дружить. И по дружбе подарят несколько снимков, чтобы расисты могли убедиться в судьбе своего лунного модуля. А вот тот же институт изучения войны, американский, он еще анализирует не только такие военно-технические вопросы, как я вам уже рассказывал. И он занялся вопросами и морального духа, и стойкости вооруженных. Не зря Путин, видите, вот это в продолжение того, что Путин ездил в Ростов. Видимо, он хотел посмотреть в глаза генералам, ну или человек похожий на Путина. Хотел посмотреть в глаза генералам и лично убедиться, что завтра они не поднимут такой же мятеж, как поднял Пригожин. И все-таки техники и вооружение личного состава там намного больше, чем у Пригожина, под генеральным штабом расистов входит. Так вот, институт изучения войны решил заняться состоянием морального духа расистских войск, особенно на оккупированных территориях. И они пришли к следующему выводу, что устойчивость российской обороны во многих критических фронтах может пошатнуться из-за удара вооруженных сил Украины по российским тылам. Моральное состояние российских войск существенно ухудшается. Об этом говорится в отчете института. Проблемы с моральным духом могут быстро обостриться и распространиться среди российских подразделений на передовой. Если одно подразделение под давлением сломается, что может распространить панику и значительно снизить боеспособность других российских сил. Кстати, вот эти выдумки, что Синьковку там взяли и показы, колонну нашу, которая попала под огонь российской артиллерии, которую там, как я говорил, со 150 ракурсов и бокурсов распространили. Каждый раз приплюсовывая одну и ту же фотографию с разных боков и каждый раз приплюсовывая или складывая в кучу то количество техники, которое показано на снимках. Это же не зря пропаганда так упирается в Российской Федерации для того, чтобы хоть как-то показать хоть какие-то достижения. Потому что реально в Запорожской области я называл уже 4 направления, 4 плацдарма, с которых мы ведем наступательные действия и мы давим, и они отступают. И это очень важно. Российским силам также, вероятно, не хватает необходимых резервов для ротации или быстрой замены сломанного подразделения. Это вот к вопросу о резервах. Что, опять же, к адептам русского мира встречный вопрос. Где ваши 250 тысяч, которые вы там говорите, что где-то добровольцев набрали, они там на полигоне стоят, переминаются с ноги на ногу. Все никак не дождутся, когда же их бросят в бой. Нету, видите, нечем ротацию провести. Вопросы морального духа, связанные с обороной Российской Федерации от украинских контрнаступательных операций, актуальны лишь в том случае, если украинские силы смогут деградировать моральный дух РФ до предела слома и воспользоваться этим. К чему мы идем? Это вот то, что вы там смеетесь в комментариях, размягчение обороны. Оно именно в этом и заключается. Максимальное нанесение потерь, урона в технике, в личном составе, урона в технике и слом морального духа. Очень хотелось бы посмотреть на ту же самую бригаду, которая, российскую бригаду, которая отступила из Урожайного, которая отступает сейчас в районе Работина. Тоже там куча подразделений. Все радостные такие, на парад идут с победой, да, только в обратную. А как отрицательное всплытие, так и здесь отрицательное наступление, наверное. Ну и, наверное, сегодняшняя вишенка на торте будет в военно-политическом блоке. Это опять в Москве и Подмосковье, опять хлопки, опять какие-то дроны в небе, работает ПВО. Опять закрыты аэропорты, объявлен режим ковер, то есть никакие самолеты. Кстати, сегодня с утра закрывали все аэропорты в Москве, прилегающие к ней. Ну, даже, судячи по сообщениям самой героини, одной из пропагандисток, чуть не попал этот дрон, который там в районе города, по-моему, Сдвенигород, который был сбит. Вот, она там жаловалась, что в нее чуть не попали, не попали каким-то беспилотным летательным аппаратом. Даже вот так вот, это опять же, опять же к ПВО. Вопрос, что дроны летают и долетают до разных мест. Значит, в субботу стратегический бомбардировщик, дрон, неизвестный дрон ударил, изгорел. Сегодня с утра опять в Москве дроны, и это уже становится нормальной практикой. Так что, ну, наверное, пора уже в Москве включать сигналы воздушной тревоги, чтобы все понимали, что происходит. А то, пока там же что-то жужжит, что-то взрывается, ну, толком руководство Рашистской Федерации от своих граждан скрывает ту ситуацию, которая развивается вокруг них, чтобы это не было потом неожиданностью для граждан Рашистской Федерации. Продолжение следует...